ну что привет друзья мои снова у нас сегодня разговор про премиальные но уже дешевые автомобили семерка бмв конечно же вы думаете мне не хочется такую машину ну конечно же хочется и mercedes 221 хочется и cayenne хочется только платить за все это не хочется и в итоге получается что 500 тысяч рублей визуально семерка бмв и более того скажу я вам вот с этим поколением они стали выглядеть настолько солидно что сейчас многие граждане даже в москве где очень много таких дорогих машин не понимают где какое поколение то есть полно людей которые на этой машине которая реально стоит пол миллиона их полно по полмиллиона будут воспринимать вас как по-настоящему крутого человека у меня есть инстаграмм леса рулит у меня есть перископ леса рулит у меня есть второй канал ссылка в описании о бмв мною уже очень много сказано и в принципе в своем рассказе о машинах даже о старых премиальных я стараюсь не быть столь категорично и говорить вам что ну вот можете вот с этим мотором не не берите а вот с этим лучше взять в такой комплектации не надо вот такую может быть еще и рассмотрите в данном случае я вам так скажу я к сожалению считаю что нет никаких вариаций брать эту машину в таком взрослом возрасте все будет дорого абсолютно все сто процентов будет ломаться это моя убежденность но тем не менее давайте расскажу вам где тут кроется наименьшее из бед ну а наибольшие беды конечно же здесь под капотом фу блин смесь блевотин и одеколона и курева чуяла этот запах шикарный да первый мотор вы не раз о нем слышали потому что я вам уже рассказывала и про x5 и про x6 и еще расскажу повторение мать учения ой что такое плохо работают ну ладно она же уже старенькая так вот n62 после рестайлинга n62 т.у. назывался этот мотор это 4.4 атмосферник просьба не путать с мотором который все любят звать 5 литровым который 4.4 битурбо но ребята это совершенно другой силовой агрегат он позже ставился на эти автомобили он вообще бедовый но сегодня не о нем потому что этот то мотор он хороший на самом деле сноса бы не было этим мотором если бы не наши российские условия и в первую очередь даже не условия эксплуатации а условия обслуживания почему у дилеров решили что нужно делать то раз в 20 а у некоторых машин до 1 25 тысяч километров пробега получается я не понимаю опять же как я люблю говорить про и у приходит в голову мысли про вселенские заговоры автопроизводителей 1 8 10 тысяч вы меняете здесь масло и тогда этот хороший большой атмосферный силовой агрегат живет долго особенно пост рестайлинговый и в принципе если говорить о том что очень очень хочется купить эту машину берите вот с тем мотором 4.4 n62 т.у. что было ну конечно же машины изначально покупали богатые люди папики и никто не ездил на ней за рулем очень редко в основном ездили на заднем сиденье водитель грелся вот случай если водитель грелся то мотор работает с гораздо более сильными нагрузками нежели когда машина едет рабочая температура этого силового агрегата 108 градусов вот каждый раз когда она поднимается мотор вырабатывает свой ресурс масло начинает нагорать в цилиндрах и образуется масляное отложение потом головку блока цилиндров снимаешь а там гуталин также я вам говорила уже и по другим автомобилям бмв что касается радиаторов перегревы происходят очень часто и из-за них тоже просто забивают на то что надо мыть радиаторы не знают или дилер не советуют или правда плюют на это периодически приезжайте в сервис все это разбираются радиаторы промываются если в какой-то момент вы упустили всю эту историю то перегрев мотора он просто гарантирован единственный плюс в данном случае но такой весьма косвенный плюс вам хотя бы не нужно будет как у современных двигателей достать выкинуть и поставить новый этот мотор ремонта пригоден но практически полная разборка маслосъемные колпачки и вкладыши кольца все достается все ставится новое то есть дешево не будет бойтесь темного масла регулярно проверять его цвет если она сильно потемнело значит она подгорает этого допускать нельзя и еще один плюсик сам мотор достаточно простой не напичкана электроника опять же как современные моторы но если вы приехали как проверить вообще вот первый признак что все плохо машина должна быть горячей то есть я чуть-чуть поработала из трубы начинает выбрасывать сизый дым он еще к тому же иногда пованивает вот это все катастрофа такую машину брать нельзя но у нас с вами машина не с тем мотором у нас 750 эта машина очень распространена вот это вот значок 750 очень согласитесь гордо выглядит на этой большой толстой попки если говорить о попке это вот мне например нравится когда у машины она вот такая вот действительно большая толстые массивные но возвращаясь к моторам 750 машина на самом деле конструктивно мотор тот же и проблемы те же ну основное я чуть не сказала основная проблема которую вы также почувствуете что что-то пошло не так это масложор он увеличивается и увеличивается и увеличивается небольшой масложор считается нормой относительно небольшой но когда вы бензин и льете там всего лишь в пару раз больше чем масло это конечно катастрофа народ на это не обращает внимание подливает 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 ну и дальше это заканчивается весьма печально образуется нагар на маслосъемных кольцах они залегают и уже они нормально не снимают масло со стенок цилиндров в итоге что получается задиры какой выход гильзование куда идти к дилеру куда пошлет сами знаете обращаться нужно в какие-то обычные сервисы которые просто специализируются на бмв даже не пытайтесь ходить к дилеру вы там и от ценника у вас сразу вас кондражка хватит и многие работы которые можно на самом деле делать с этими моторами их у дилера просто не делают потому что ну потому что не положено кстати гильзование не надо бояться наоборот если вы найдете машину где ремонт произведен хорошо после этого при нормальном обслуживании можно еще и полмиллиона проездить поэтому может даже лучше поискать такую машину уже с гильзованным мотором тем более что они сейчас уже так старый что вряд ли с не ремонтированным целом агрегатом вы найдете такой автомобиль есть еще кстати мотор в 12 глубоко любимый нашими российскими потребителями автовладельцами почему да потому что ну как что я себе могу купить только бмв с самым дорогим мотором самым дорогим сейчас поддерживаем варианте от не мотор это геморрой просто потому что очень сложная то он как раз таки напичкан электроникой и в нем всего умноженное на 2 то есть например хотя бы тнвд там два штуки существует еще трехлитровая рядная шестерка это мотор с индексом м54 но рассказывает о нем много не имеет смысла потому что кто же покупает такую крутую понтовую машину всего лишь шестицилиндровым силовым агрегатом в россии никто а вот в европе люди более экономные если вам оттуда такую машину привезли то в принципе могу вам сказать что этот мотор он хороший он ходил даже по 500 тысяч при хорошем обслуживании конечно же но действительно для этой машины по тяге он слабоват ну кроме традиционного для м54 масложора в принципе никакого и дурного слова про него сказать не могу в ремонте он намного дешевле чем все остальные силовые агрегаты но опять же чего говорить о том чего на нашем рынке практически нет смотрите какую я прикольную штуку обнаружила у автору заходишь приложение прямо на главной странице угадаем машину по фото давайте попробуем сейчас нашу угадать даже я не всю машину а кусочек сфотографирую подождите ищет похожие сейчас посмотрим что найдет опа смотрите-ка то есть угадывает и марку модели поколения правильно угадала выдает даже средние цены объявление сразу выдает вот это прикольно цены короче смотрите вот по как я и говорила ну вот здесь нам 500 попадаются 600 тут же можно отсортировать и по цене сейчас мы по дешевые вверху сейчас короче вот смотрите от 490 эти машины продаются на рынке а давайте сейчас лену попробуем отфотографировать оператора ищет похоже лена ты toyota silica причем ты toyota silica с дверьми гильотинками которые наверх открываются весьма элегантно лена также практически нет на нашем рынке 4 литрового дизеля а жаль он тоже был хорош он очень тяговит и эту машину тоже возят из европы очень любят именно ценители вот такой хорошей дизельной тяги но так чтобы рекомендовать вам такую машину поискать нет не буду потому что пробеги уже большие и потому что чем там раньше до вас эту машину заливали кто его знает и ремонт дизельного агрегата будет сильно сильно недешев коробки передач у этих машин ставились к сожалению очень и очень нехороший у них вечно текут сальники они вечно пинаются и вот если они пинаться уже начали то все опа извините за выражение ремонт как вы можете это понять во-первых тест-драйв сели поехали здоровая коробка у бмв не пинается и случае если есть возможность поднять поднимаете машину если поддон у нее деформирован то тоже откажитесь от этого варианта а знаете почему я так странно сижу да потому что сидение подклинило и никто не знает что теперь с этим делать ох когда эта машина появилась она была просто просто чем-то невероятным это был космолет полностью напичканы электронными блоками от а до я и вот сейчас все эти блоки завязаны друг на друга со страшной силой выносят мозг владельцу потому что все они завязаны друг на друга стоит сбойнуть одному и вся машина начинает работать через определенное место и ладно бы если бы были специалисты которые в этом могут хорошо разобраться но уже по опыту других автомобилей бмв я понимаю что это какой-то просто неведомый космический мир и каждый раз приезжая на диагностику подключается разъем к автомобилю высыпается энное количество ошибок а дальше сервисмены собираются гурьбой и начинают чесать репу а что со всем добром мы теперь будем делать например когда эта машина входит в поворот она старается компенсировать крен чтобы папику который сидит на заднем сидении было приятно и его чашка кофе не колыхнулась за все это отвечает блок клапанов динамик драйва но это также напрямую связано и с гидроусилителем руля потому что давление масло создать в этой системе создает насос гидроусилителя руля а он находится под правым пассажирским сидением и периодически он выходит из строя после чего у вас на консоли загорается ошибка система курсовой устойчивости работает со сбоями казалось бы система курсовой устойчивости а все вот таким вот образом друг с другом связано и в случае если вам все-таки удалось найти супер грамотного мастера он не переберет и не разберет вам всю машину не прощупает все датчики abs не прощупает все на свете а сразу будет знать и пойдет куда надо короче мораль сей басни такова если все-таки очень хочется такой автомобиль еще раз повторяю ищите какой-то сервис с рукастиками которые будут очень хорошо знать эти машины семерка бмв в этом поколении автомобиль заднеприводный насколько я помню именно в этом поколении полного привода не шло вообще и что касается моторов если я вам смогла сказать могу сказать хотя бы какой предпочесть случае если нет нет да и да очень хочется то что касается подвески ничего вы особо тут предпочесть не можете кроме как постараться купить машину без всяких электронных вот этих вот история которых я сейчас чуть позже расскажу так вот слабовата она для этой тяжелой машины очень быстро образуются люфты то есть она вся вот ходит дрожит и так далее конечно не пристало в прошлом столь благородному автомобилю ездить с какими-то звучками по подвеске но скорее всего с ними ездить вы будете потому что хотя бы у рычага внутри пластиковая втулка разбивается моментально рулевое управление раз в два года требует к себе внимание в основном начинает постукивать рулевые наконечники подтекать рулевая рейка а бюджеты на ремонт угу-гу какие поэтому предыдущий собственник скорее всего на этой машине доездил до состояния когда вам рейку нужно будет ремонтировать кстати многие ошибочно считают что у бмв семерки подвеска подруливающие по крайней мере в этом покое поколение это конечно же не так здесь интегральные рычаги почему так считали потому что вот именно они интегральные рычаги пытаются вывести задние колеса на траекторию переднюю и вот теперь в заключении про подвеску время полезного совета друзья мои задняя пневма но от нее вы никуда не денетесь и скорее всего ее вам придется чинить берите восстановленную потому что сумасшедших денег стоит новое ну либо не оригинал у кого на что хватит что касается передних амортизаторов они бывают электронные бывают обычные случае если у вас в машине можно менять режимы там комфортные спорт и так далее они электронные так вот берите обычный насколько я знаю даже в случае если они изначально установлены электронные можно в сервисе купить обычные поставить на их место что и надо сделать что было то вообще ну и в заключении дорогие мои но миленькие родненькие но но я понимаю что очень хочется но есть большое количество других автомобилей которые но действительно стоит чуть чуть подороже за 500 вот конкретно вариант 540 за 500 550 действительно вряд ли купите что-то что выглядит столь же самим но она не зря так дешево стоит не зря глупость вы без меня сделаете моя задача вас отговорить эта машина была тем первым автомобилем напичканным электроникой напичканным целыми целым рядом инноваций которые сейчас все как огромный букет неприятный хлещут по голове новому владельцу не надо братья предпочтите что-то другое